Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас Олег Рудович-Ерапетов, военный историк и историк внешней политики. Мы с ним поговорим сейчас о военно- и внешнополитическом юбилеи. Сейчас одни юбилеи, один за другим, но один юбилей, который имеет в нашей стране какое-то, не знаю, ну, очевидно, из-за телевидения, имеет такое личностное отношение, как будто бы это касается всех людей, кто жил тогда в Советском Союзе. Это 11 сентября, фашистский переворот в Чили, свержение правительства Сальвадора Альенда, гибель Сальвадора Альенда и вот приход власти Пиночета, которого потом у нас определенные деятели восхваляли, приводили в пример, как вот надо, ну, заниматься экономикой и так далее. У нас, очевидно, это связано с тем, что в то время люди верили телевидению, и телевидение, оно как бы действительно входило в каждый дом, ну, потому что, ну, не врали так, как сейчас, и действительно, судя по всему, было много искренних людей, ну, я имею в виду журналистов и так далее, которые переживали, и было видно, что они переживают, ну, не просто вот какие-то проплаченные шавки, а вот действительно. Ну, вот искренне считали, что стоит уничтожить несколько миллионов человек, ну, конечно, во имя борьбы за лучшее будущее, демократическое лучшее будущее, и примерно человек 40, миллионов 40-50 посадить по тюрьмам, и вы увидите, как, да, еще миллионов 15-20 изгнать за границы страны, и вы увидите, как страна расцветет. Вот, это я проценты чилийских репрессий перевожу в российские реалии, и вы увидите, вы просто глазам своим не поверите, как хорошо начнут жить те, кто останется после этого в живых. Ну, Олег Владимирович был, так и я, маленький, но очень хорошо помнит это время, и тяжелые эмоции, которые все это вызвало, тем более, что убит, ну, смерть Альенда, которая до сих пор непонятно, что там произошло, и, в общем, это, конечно, стадионы, потом этот Виктор Хара, о котором мы недавно вспоминали, в связи с нашим замечательным певцом, и вот это все, это, конечно... Вы имеете в виду заявление Александра Розенбаума? Да, 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 ну-ка, вы говорите, что раньше про переворот говорили, а вот некоторые до сих пор восторгаются палачами. Да, некоторые, особо надаренные люди до сих пор восторгаются, и приводят это в качестве примера того, как надо делать дела. Вот, Олег Владимирович, что тут можно сказать вот о результатах всего, что произошло в результате этого кровавого события, которое не только, вот мне кажется, не только в нашей стране, во всем мире оставило какой-то такой зарубок. Да, 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 вообще фамилия Пиночет, она превратилась в образ определенный, определенный, в образ фашистской диктатуры конца 20 века. И только в демократической, возрожденной России оно стало символом надежды на лучшее будущее, демократические преобразования и экономическое чудо. Это поражает. Ни в Америке, ни в Англии, ни при Рейгане этого не было. И, кстати, у нас в стране фашистская диктатура Пиночета особенно восторгала лиц с демократическими убеждениями. Может, это говорит, что у нас люди более честные. Да, 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 да. Ну, вот образец чистоты моральной, подражания. Это вот, например, Михаил Леонтьев. Это был такой активный, активнейший обожатель Августа Цесара Пиночета Угарте. Да. Да, и помните, как он прекрасно это ставил в пример, как нужно это все делать. Да. И аргентинский опыт. Про аргентинский опыт он тоже много говорил. До катастрофы в Аргентине, потом он как-то перестал об этом говорить. Когда уже никто не хотел быть ни президентом, ни приоритетом. Даже оппозиция. В моей памяти это единственный случай был, когда в Риме какой-то император отказался, да. Но это было давно, и не в нашем районе. А тут вот никто не хотел быть ни президентом, ни приоритетом. Говорит, нет, мы не... Нет, мы лучше уедем в Вашингтон. Кстати, туда уехало и действующее правительство, и президент, и лидеры оппозиции. Все туда уехали. Да, никто не хотел. Аргентинское. Результатами Аргентинского. Надо было обращаться к Михаилу Леонтьеву. Он бы точно сделал бы все, как правило. Да, но это... Причем, обратите внимание, друзья, он не просто где-то сболкнул. Ну, бывает, вот, Розенбалов. Брятнел, да. А этот человек, Леонтьев, он много лет, это прямо... Это, ну, что это... Это наше все. Что такое? Наш герой. Герой нашего времени. Петр Адамин, там, и так далее. Кто только не отметился на ААА, помнится. Вот это сейчас... Ну, кстати, вы знаете, давайте вернемся от этих замечательных личностей к историческому событию. Ведь, действительно, в 23-м году сейчас 50 лет вот этого военного переворота в Чили. Не знаю, можно ли применять это дело к этим деятелям и к этому перевороту термин фашистский. Хочу отметить, что сами участники военной хунты, пришедшие к власти, да, вот как министр внутренних дел хунтов, он, они говорили, что если фашизм – это сильная власть, да, то мы фашисты. То есть, их это не пугало. В Чили, как только... Но они называли это все общенародной революцией. Общенародная революция, да, 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 да. И, кстати, в Чили, как только победил Пиночет, ну, сразу же были изданы классические труды основоположников либерального демократического мышления. Бенито Алессандро Муссолини, Розенберг. Порядка 20-ти раз избодавались протоколы сионских мудрецов. Ну, в общем, все. Ну, в Чили, надо сказать, там дальняя фашистская традиция. Еще в 20-х годах там фашистов... Ну, вот я хочу сказать, давайте вот вернемся к Чили. Мы, конечно, вот очень плохо знаем эту страну. Мы не специалисты по Чили. Но Чили страна очень и очень специфическая. Ну, в Латинской Америке каждая страна очень специфическая, со своими особенностями. В отличие от Аргентины, это страна, ну, с серьезным, в общем-то, таким вот, сохранившимся индийским населением. Индийским населением, да. Это страна, вытянувшаяся, в общем, вдоль горных цепей, так сказать, вот, вдоль побережья Тихого океана. Страна, ну, на 70-й год страна, в общем, с населением около 10 миллионов человек. И страна, в общем-то, достаточно бедная в этот момент. И одновременно страна, которая с конца 19-го века там были разведаны, она была крупнейшим экспортером. Ну, если к концу 19-го, начало 20-го века она была крупнейшим экспортером, селитры в мире, безвычайно важны. Кстати, она по-прежнему остается, занимает такие позиции. Да, да. Как вы помните, еще в начале 19-го века освободившиеся североамериканские Соединенные Штаты провозгласили устами генерального государственного секретаря, прошу прощения, этого государственного объединения, Монро, доктрину, который получил название его имени, доктрина Монро, Америка для американцев. То есть американский континент, он имел в виду и Северную, и Южную Америку, должен прекратить стать центром устремления колонизационной деятельности европейских государств. Если вы заметили, то когда мы произносим слово «американец», даже сейчас мы уже имеем в виду прежде всего граждан Соединенных Штатов Америки. Никаким образом ни канадцев, ни мексиканцев, ни жителей Бразилии, аргентинцев и так далее. Даже в испанском сначала, как и у нас был сначала Североамериканец, в испанском тоже Норте Американо, Эстадо Ваниденса, а потом как-то вот всё. Элиэс Американо, ясно, что он речь не идёт о жителе Латинской Америки. Он американец, ясно кто. Ну вот так или иначе, вернёмся к Чили. Страна-то богатая, а вот жители её были очень и очень бедными. Хотя не все, конечно. Там была своя собственная аристократия. После освобождения от колониальной зависимости от Испании, в новом государстве сформировалась такая своя собственная элита. Нас любят разговоры об элите. Это прежде всего такие латифундисты, это потомки испанских завоевателей, которые владели колоссальными земельными участками. Некоторым из них повезло, они получили, но сначала им не повезло, они получили такие более-менее пустынные места, а потом оказалось, что в этих пустынных местах как раз-таки залежи Гуано, залежи Меди и так далее. Они стали этим торгать. Но, тем не менее, доктрина Америка для американцев, она привела к тому, что выяснилось, что уже в 20-30-е годы практически 100% чилийских недр принадлежали американским компаниям. Было как что-то очень похожее на нашу страну. Все недра принадлежат народу, а все, когда их достают, они принадлежат великим компаниям, которые их добывают. Очень высокий уровень неграмотности, отсутствие всеобщего образования, в том числе начального. И одновременно вот эта элита, она формируется прежде всего в крупнейших городах Вальпараиса, Сантьяго-де-Чили. Она живет, ну практически это часть общеевропейского, или как у нас любили говорить, общемирового культурного пространства. Вот, кстати, к такой семье принадлежал и Сальвадор Альенде. Надо сказать, что точно к такой семье принадлежал и Августес Эссер Пиночетту Гарта. И более того, состояли в одной масонской ложе. Да, ну и вот, ну там практически все в масонских ложах состояли. Ну, у нас тоже как в одной масонской ложе состояли и декабристы, и те, кто с них их потом преследовал. Ничего это не помешало. Но, тем не менее, что дальше происходило? История, политическая история Чили, это история, особенно 20 века, история многочисленных переворотов. Армия всегда играла в этой истории довольно серьезную, самостоятельную роль. Армия внутри, а вообще вооруженные силы. Но, когда мы будем говорить о чилийской армии, мы должны иметь в виду, что эта армия, ну как новая армия, она, конечно, возникла еще в начале 19 века, но как современный механизм, она окончательно сформировалась к концу 19 века, благодаря деятельности немецкой миссии инструкторской. Немцы и сформировали Чили, ну почти полностью копию своей германской армии. По русскому образцу она строилась. Если посмотреть на... Ну, флот строился советниками из Великобритании, армия советниками из Германии. Это было логично. Самые передовые опыты того времени. И надо отдать должное, чилийская армия, она в войнах, которые вела Чили со своими соседями, показала очень высокий уровень боеспособности. В армии насаждался культ дисциплины, подчинения и, что еще важно, культ знаний. Это очень сильное качество. Армия, особенно офицерский корпус чилийской армии, представляла из себя такой вот замкнутую касту, замкнутый клуб избранных, которые, в общем, с судьбой, своими историей своих семей, они призваны были для того, чтобы играть особую роль в жизни своей страны. Ну, это вот, есть такая военная чилийская песня, «Марш», «Лос въехас и стандартес», «Старые знамена». Прекрасная есть съемка парада одного, где поются эти вот «Поют лос въехас и стандартес», стоит Пиночет и за ним его адъютант. И он тоже поет и очень симптоматично, как он смотрит из-за спины на Пиночета со страхом. Но, тем не менее, это действительно серьезная боевая сила. И она, кстати, в целом ряде законодательных документов Чили, было отмечено ее особое положение армии. Даже президент Чили не являлся верховным главнокомандующим, не имел права распоряжаться армией. Здесь особое... А вот армия сплошь и рядом вмешивалась во внутреннюю политику. Пост главнокомандующего армии имел особое значение. Но, тем не менее, хочу сказать, что где-то после окончания Второй мировой войны развернулась Холодная война. Огромное значение имело противостояние с советским блоком, свободного мира. И в Латинской Америке, во имя борьбы за свободу и демократию, зачастились военные перевороты. Это было, конечно, необходимо. С точки зрения интересов США, как вот при Рузвельте была, уже при Франклина Делано, тем самым добрым, мягком дедушке, была сформулирована такая идея. Что хорошо для Америки, ну ясно для какой Америки, хорошо для всего мира. Но, тем не менее, как-то, знаете, неудобно это все поддерживать окровенных тиранов, людоедов, каннибалов таких, вот, знаете, вот. И нужно лучше, когда с тобой связаны, ну хотя бы формально демократические институты. И Чили после 50-х годов, оно начало развиваться, в этой стране политические процессы стали развиваться более или менее стабильно, спокойно, без вмешательства армии, без людоедства и людодерства. Да? И все, все бы шло неплохо, но в Чили очень сильны были позиции левых. Социалисты, радикальная партия, социалистическая партия и коммунистическая партия, ну вот так вот справа налево. Одним из лидеров социалистов, он покидал эту партию, возвращался в нее, был как раз-таки Альенде. Ну, что Альенде? Альенде как раз-таки был представителем элиты. Вот той самой элиты. У него родители были вполне состоятельные, благополучные, семья адвокатов. Это, надо сказать, что при Пиночете адвокатура, это под большим вопросом были люди. Это они вызывали сомнения, они были очень сомнительны. Ну, правда, не все, если ты, скажем, лидер полуфашистской или, скажем так, неофашистской организации Паблио Либертад, Патрио Либертад, Родина и Свобода, Пабло Родригес, то ты хороший адвокат, да? А, кстати, бывший троцкист, да? А если нет, ну, тут очень все сомнительно. Ну, что дальше происходило? По существующим положениям в чилийской конституции, выборы считались выигранными тем кандидатом президентским, который набирает простое большинство голосов. В 70-м году эти выборы состоялись, и на выборах в ноябре 70-го года с большинством 36,6, по-моему, процентов голосов, то есть нормальная температура, победил Альенде. Ну, надо сказать, что вот эта сразу цифра, она сразу вызвалась. Все знали, что Альенде по убеждениям марксист, он, несмотря на свое происхождение, даже служил в армии, да, добровольцем. Но, вы знаете, как-то ему не захотелось связывать себя с этим замечательным институтом, который давал ему гарантию, ну, удачного прохождения службы и карьеры. И он решил, ну, стать врачом, причем детским врачом. Ну, а поскольку он стал сразу же после выхода в отставку из армии, окончания медицинского факультета университета, заниматься политической деятельностью, он попал под, скажем, вопрос. Да, и детской практикой детского врача ему запретили заниматься, он вынужден был работать патологоанатомом, о чем он, кстати, очень сожалел. Он говорит, хотя я, говорит, всю жизнь мечтал лечить детей, вместо этого меня заставили потрошить труп. Да, ну, что делать? Ну, тем не менее, Альенде продолжал свою деятельность. Кстати, человек был очень принципиальный. Когда он расходился с партией, а он был генеральным секретарем социалистической партии, он ее покинул. Не стал, не даже не попытался свой авторитет, а он у него был, использовать для давления на однопартийца. Да, ну, и что было дальше? Кстати, покинул он ее после того, как социалистическая партия поддержала решение о запрете коммунистической партии. Альенде был, ну, в общем-то, он был по убеждению марксисту, и он еще весьма серьезное влияние на Альенде оказал еще и опыт Ганди. Да, то есть опыт ненасильственного сопротивления. Он думал о необходимости революционного преображения своей родины без революции. То есть без переворотов и без кровопролития. Демократическим, осуществить это демократическим путем. Надо сказать, надо обратить внимание на то, что 50-е и 60-е годы в Европе коммунистическое рабочее движение явно начинает проигрывать и отдавать назад, что называется. События в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году, весна в Париже. Все это показало, что коммунисты, они теряют авторитет, теряют влияние на массы. В Европе начинается откат от коммунистического движения вообще. Советский образец коммунистического движения, он теряет свою привлекательность. Он начинает терять, не теряет, а начинает терять от начала кризиса. И одновременно с этим совершенно очевидно, что центр революционного движения, он начинает склоняться в сторону Африки и Латинской Америки. Это просто очевидно. Наиболее символичным таким вот примером этого перехода, отката является победа революции на Кубе. И следующий этап, нечто совершенно невиданное. Приход к власти марксистов путем выборов. Но правда тут же победа революции путем общенационального голосования. Тут же начали все кричать. Да вы извините, это только 36,6%. Да как же так? До этого происходили выборы, где побеждали президенты с меньшим. Там как бы на три части разбиты были правые, крестьянские демократы и левые. Вот в крестьянские демократы они постоянно качали их. Они были неоднородные. И вот в какой-то момент они качнулись в сторону левых. То есть в принципе работала в Чили в 70-м году, осенью сложилась ситуация, подобная народным фронтам во Франции, например, или в Испании в середине 30-х годов. Выборы дали, но вот по той конституции, которая существовала, выборы выиграл Сальвадор Альенде. Но надо сказать, что до этого происходили выборы, к власти приходили правые и с меньшими голосами. И никто не удивлялся. И причем голоса у него росли все время. Это я сейчас скажу попозже об этом. Безусловно, давайте зафиксируем только одно, что будем объективными. Победа Сальвадора Альенде в ноябре 70-го года вовсе не означала консенсуса или абсолютного большинства чилийского народа решение, так сказать, о поддержке марксистской альтернативы существующей модели. Это нет. Его прочно, он мог прочно рассчитывать примерно на треть населения. И показатель этого это соотношение в чилийском парламенте и конгрессе, где где-то из 200 депутатов, 200 парламентариев, 80 этот вот блок Альенде мог рассчитывать. Как вы правильно отметили, в этой ситуации, вот есть правая, есть центристы. Центристы, это ХДП, христианская демократическая партия, она фактически своими колебаниями решала все. Конгресс, сенаторы, чили, они проголосовали за то, чтобы признать результаты выборов. Это вызвало шок. Во-первых, шок, это было немножко неожиданно в Москве, которая была очень довольна результатами этого. Ну, возникли тут, кстати, идеи, и потом они очень активно педалировались, заговорщически, что победу-то Сальвадор Альенде обеспечило КГБ. КГБ выделало деньги, рублс, для победы комьюнистов в Чили. Ну, надо отметить, давайте тут разберемся, что в ЦК КПСА существовал такой отдел, международный отдел, через который организовывалась поддержка так называемых братских партий. Ну, центр, организационный центр, это находился в Бухаресте, в Румынии. Ну, и получали ли чилийские коммунисты и социалисты поддержку из Москвы? Да, получали, безусловно. Но, вы понимаете, дело не в том, что они получали. Их противники, они получили, ну, их поддержка где-то несколько десятков тысяч, ну, здесь не рублей, а долларов. Их противники получили из Вашингтона на выборы, ну, там, разные цифры называются, там, от полумиллиона до нескольких миллионов долларов. Гораздо больше. Здесь не важно, сколько денег вы потратили, важно, сколько денег выделили, важно, как вы их потратили. Ну, как на Украине произошло. Ну, да, это прямо напрашивается, да. Настоящая Россия потратила на Украину гораздо больше, чем США, а результаты, ну, в общем-то, результаты известны. Да. Несравнимо больше. Десятки раз больше. Ну, ладно, это другая тема, не будем это все осознать. Я думаю, что и в Чили тоже эти деньги разворовывались, не без того. Это не только наши мастера это все делают, так сказать, неотечественное изобретение. Так вот, в Вашингтоне президент Никсон это также воспринял крайне негативно. И вот администрация Ричарда Никсона, кстати, Алиенда был практически объявлен личным врагом Ричарда Никсона. Начали разработку действий по отношению к Чили. Ну, самая простая реакция на эту победу, это было обращение к чилийской армии. Но отмечу, что армия, снова напоминаю, армия, она ведь не зависела от президента и от Конгресса. Но армией командовал генерал Шнайдер. Генерал Шнайдер был убежденным противником вмешательства армии во внутрополитические какие-то дела. Он говорил, что армия в Чили создана для защиты Чили. Более ничем другим она заниматься не должна. И, в общем, стоял он твердо. И надо отдать должное, у Шнайдера была очень высокая репутация в стране. И прежде всего среди офицерского корпуса. Там нравились, не нравились его решения, но без него повезти армию куда-то было очень сложно. Значит, надо было куда-то повезти Шнайдера. Ну и пока что американское руководство в лице Никсона, Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, государственного секторя, приняли, ну, такое совокупное решение, что вот в Чили что-то не так. И нам нужно готовить что-то, в общем-то, демократическое, прогрессивное, замечательное. Ну, нужное Америке, а потому и всему миру и человечеству. Тем паче, что первые действия чилийского президента, они убедили сразу же, что вот там, это же неспроста. Были приняты законы о бесплатном медицинском обслуживании, об обязательном начальном образовании. Безобразие какое-то, в общем-то. Давайте, это же опасно, это же опасно, в конце концов, если все начнут учиться, если вырастет уровень дохода, снизится уровень смертности, они начнут больше потреблять, и чем же это все закончится? Прямо как Чаполина. Ну да, это просто ужас какой-то. Ну, далее, надо отметить, что была масса людей, недовольных и внутри чили. Прежде всего, это имущественные классы. Но, надо сказать, что еще до прихода к власти Сальвадора Альенда, предшественник его начал попытку проведения аграрной реформы. Ну, то есть, вы понимаете, ну, у вас 80% населения это крестьяне, из которых абсолютное большинство это пионы, это бедные крестьяне, которые, в общем-то, ничем не владеют и живут, ну, как бы написал летописец, живяху зверинским образом. То есть, они живут, ну, в реалиях 16-17 века. Ну, как процветающие русские крестьяне перед революцией 17-го года, которые просто лопались от жира. Не знали, куда девать. Не знали, куда девать пуды сахара, которые могли купить. Ну, вот так же примерно жили это. И что начали делать аргентинские, аргентинские эти самые? Они понимали, что сейчас начали... Чилийские. Чилийские, да. Прошу прощения. Они, во-первых, начали перегонять скот на территорию Аргентины пограничной. Во-вторых, начали массовый забой скота, ожидая того, что сейчас начнутся изъятия. Изъятия не начались. Правительство приняло решение о выкупе излишков владения латифундией. Если земли не обрабатывались, то свыше 80 га, то это изымалось по фиксированным ценам. Назначенным владельцам. А если обрабатывались, то свыше 300, по-моему, 20 га удалось. Но шутка-то в чем? Для того, чтобы платить как можно меньше налогов за землю, собственники земли при составлении кадастров земельных, они значительно в разы сокращали стоимость земли. Теперь по заявленным им для кадастров ценам у них и выкупалось это все. Что носило... Тут же сразу начался крик о грабеже. Да, поэмное, это же безобразие какое-то. Да мы же сами написали. Но мало ли что я написал. Это же... Ян и был. Да, выпивший был. Ну, в общем, при этом предполагалось, что выкуп на земля будет выкупаться для общин. Крестьян они будут создавать какие-то сельскохозяйственные кооперативы. Это решение, кстати, крестьяне не поддержали в массе своей, не были собственниками. Они хотели земли для себя. Но вот опять-таки там тоже очень знакомая ситуация, потому что у нас там в Чили, как и в России, была проблема аграрного перенаселения. Там не было такого количества земли, которое могла бы обеспечить при разделе хотя бы возможность нормального воспроизводства. И идея-то была какая? Она была правильной идеей, но шла она очень с трудом. А правильная идея-то вот создать вот эти вот сельскохозяйственные кооперативы, а избыток рабочих рук подтянуть в город, где дать им работу. И надо отметить, что у нас, в общем-то, наши отечественные поклонники Пиночета, наши чета-любцы, да, они все время говорят, что Альенда завалил экономику. Ну, там все сразу рухнуло, вот они пришли. Вот как только устроили государственное владение, там, государственную собственность, все сразу стало хуже. А вот когда частная собственность, у нас все просто удивительно как расцветает. Помните, были такие разговоры? Да, конечно. Они, по-моему, даже сейчас идут. Да. Ну и что там происходило на самом деле? На самом деле, Альенда, правительство Альенда проводило политику государственного регулирования. И добилось немалых положительных результатов. 1971 год, прирост экономики, он 12,5%. 1972 год, 8,5%. И там была проведена, ну, снова, это завершена, вернее, политика чилизации чилиской экономики. Чилизация экономики начата еще предшественником Альенда. Она предполагала необходимость, ну, скажем так, добровольно принудительного выкупа собственности американских компаний, которые были фактически захвачены вот эти вот контроли над медными рудниками в первую очередь. А экспорт меди был основной статьей чилийского экспорта, прежде всего американскими компаниями. И это начали делать они. Снова чили, чили выкупало это все. Там речь не шла о секвестре, речь не шла об изъятии. Но понятно, что так же, как в случае с Ираном, да везде, как только начинают у международных корпораций изымать контроль над ресурсами другой страны, речь сразу начинается крик о грабеже. Но то, чем они занимаются в этих странах, грабежом, естественно, не является. Но мы хотим контроля безусловного и бесконтрольного контроля над вашими природными ресурсами. То есть мы будем здесь распоряжаться, да, а вы не вмешивайтесь. Вот программа идеальная, да. Эта идеальная программа не получилась. И тогда, уже в 1972 году, ЦРУ начинает формировать первые проекты государственного переворота в Чили. Вопреки, опять-таки, очень распространенной версии, что вот благородный генерал Пиночет, он, в общем, ничего не хотел, он только в последний момент присоединился, сам Пиночет в интервью испанскому телевидению в 1974 году сказал о том, что он был поставлен представителями ЦРУ в известность о готовящемся перевороте уже в апреле 1972 года. В апреле, отметим это, в апреле 1972 года. А что тем временем происходило? Вы помните, мы уже говорили, да, о Рене Шнайдере, да. Ну, начали формироваться при помощи не только США, и эта помощь была не только прямой. Американцы действовали не только через свое посольство. Они не финансировали, и не такие глупые, это серьезные люди, в общем. Они не финансировали напрямую боевиков, убийц и так далее. Для этого есть соседние страны, Бразилия, Аргентина, Парагвай. Вот там, на этих территориях, стали формироваться учебно-тренировочные лагеря для боевиков неофашистской группировки, вот это, Патрия Либертад, Пабло Родригеса, которые фактически развязали террор против активистов народного правительства. Убийства, изнасилования, взрывы мостов, башен электропередачи и так далее, и тому подобное. Причем это начало приобретать массовый характер. В ответ ультралевые развернули, тоже там была такая студенческая ультралевая организация, МИР, она называлась. Мовменты интернациональ-революционарио. Левое революционное движение. Да. Ну вот, оно начало сопротивляться, но она это объявила герилию против ультраправых, против фашистов. Да. И фактически в Чили начался вот какой-то элемент гражданской войны. А что устраивало американцев? Конечно, это дестабилизация. Это дестабилизация. Вот эти ультралевые, они в общем-то хорошие были люди, потом многие погибли. Один из руководителей, вот, племянник был Альенде. Но вот реально, ввизжавшись вот этот конфликт, они Альенде подставили и создали американцам идеальные условия для переворота. Ну и тем временем, как раз-таки боевики Патрия Либертата, они организовали, ну там обычно версия о том, что они хотели похитить Шнайдера. Ну ладно бы, они его похитили, а дальше что они с ним делали бы? Ну, фактически это была организация убийства. Шнайдер был военным человеком решительным. И при попытке перехватить его автомобиль, он вытащил пистолет и начал отстреливаться его. Застрелили из автомата. Шнайдер был убит. Главнокомандующим стал Карлос Прац. Прац был точно таким же убежденным сторонником тех же идей, что и Шнайдер. И это, естественно, никого не устраивало. Но организовать убийство Праца тогда, во всяком случае, не удалось. Это было бы уже слишком. Да. Ну его, что называется, подставили. И тогда Прац, чувствуя, что он теряет поддержку и так далее, происходит бесконтрольная ситуация, он решил рекомендовать Альенде назначить на пост военного министра вот такую переходную фигуру генерала Августа Пиночета. Пиночет слыл среди чилийских военных интеллектуалов. Он написал книгу «Историю войны на Тихом океане», писал исследования собственной геополитики. Учился не только чилийское военное образование, а и американское. Веспунти учил, проходил обучение курса. Если не ошибаюсь, и в Ливенворте, штат Канзас. Это армейский колледж генерального штаба, армейского команды. Если не ошибаюсь, надо проверить. Ну и в конечном итоге, как обращался к нему Альенде, он очень любил это говорить, я обращаюсь к вам как к профессору, к профессору. Он преподавал, Пиночет преподавал в Академии генерального штаба. Ну и действительно интеллектуал, в очках и так далее. Пиночет уже был человеком решительным, следовал суровой армейской дисциплине, но система иерархии, все казалось бы нормально. Но это была большая кадровая ошибка, потому что Пиночет на самом деле с 1972 года, как мы знаем, он уже... Не обратили внимания, что молодым офицерам он большим удовольствием руководил концлагерем для коммунистов в 50-е годы. И тогда отличался крайней жестокостью, ну, в рамках, так сказать, устава, но уже тогда на него коммунисты обратили внимание, как на человека. Ну еще один момент, можно обратить внимание, то, что Пиночет неоднократно заявлял о том, как он восторгается пермахтом. Ну это списывали наши немецкие корни, вот немецкое воспитание. Пиночет? У него немецкие корни, французские. Ну что вот, у чилистской армии, немецкие корни. А, у чилистской армии, да. Ну, этот род французского происхождения, кстати. Ну и далее, что произошло? Начался в 1973 год, это черный год для правительства Альенда. Вот тут вот началась действительно какафония, потому что американцы ударили по самому слабому звену. Это логично. По экспорту меди, который приносил наибольшее количество доходов чилистской экономики. Они фактически организовали эмбарго на чилистскую нефть, выбросили на рынок стратегические запасы меди из собственных запасов и обрушили мировой рынок меди. Чили несла колоссальные убытки. Кроме того, американцы повлияли на европейские банки и сами начали требовать срочного погашения внешней задолженности. Положение в Чили стало резко ухудшаться. И вот 1973 год, это действительно год экономического кризиса. Советский Союз, к которому обратился Альенда за помощь, эту помощь оказать не смог или не решился. Другое дело. В это время начинается инфляция, падает национальная валюта, эскуда, в десятки раз. Инфляция раздутая, пытается вводить фиксированные цены. На это ответ всегда это черный рынок. И тут начинается организация забастовок водителей автомобилей. Но надо сказать, что Чили, гляните на карту, это, снова говорю, очень вытянутая такой вот кусочек земли, на котором далеко не везде работают железные дороги. В принципе, снабжение там держится на автотранспорте. Нет автомобильного снабжения, нет нормального снабжения городских центров. А плюс к этому идут постоянные террористические акты правых, которые взрывают электростанции и так далее. Выходят из строя пункты жизнеобеспечения, промышленные рефрижераторы, портятся мясо, продукты и прочее. И организуются марши голодных пустых кастрюль. Как правило, их организуют как раз-таки богатые регионы, прижители богатых районов города. Еще один момент. Когда все это организовывается, нельзя забывать, что это все организовывалось не без помощи террора. Правые начинают формировать собственные эскадроны смерти, которые заставляют, насилием заставляют, нежелающих... Американцы дают на это все огромные деньги, а государственным секретарем становится наш любимый дедушка, ныне живой еще, Генри Кисич. Так он и был государственным секретарем. Да, идея какая? Вы не работаете, можете получить больше, чем работаете. Ну, в общем-то, очень неплохо. Генри Кисич, который считал всю эту историю самой важной и самой опасной. Да, но он опасался того, что успех мирной революции будет способствовать дестабилизации, в американском смысле этого слова, Латинской Америки, всей Латинской Америки. То, что Чили, Куба показал пример успешной военной революции, а Чили покажет пример успешной мирной революции. Допустить это нельзя. Как это скажется на Аргентине, на Бразилии, это только можно было гадать. И очень скоро там, кстати, и хунты, они тоже рухнуты. Кстати, пример Альенды, вопреки тому, что говорит наша пропаганда, оказал колоссальное влияние действительно на Латинскую Америку. Пример Пиночета, он, кроме Российской Федерации в 90-е годы, он, собственно говоря, никого особенно не вдохновлял. Абсолютно. Это везде негативный персонаж. Только у нас нашлись чудаки, которые его прославляли. Ну, преступники. Почему чудаки? Преступники, потому что это было... Я надеюсь, что мы поговорим о другом юбилее, потому что 50 лет переворота в Чили и 30 лет переворота в России. Я бы хотел сказать еще одну вещь. Я недавно выступал, повторю, практически никто не знает. В ноябре 1975 года англичане свергли правительство в Австралии. Ну, собственно, они свергли, а генерал-губернатор распустил парламент и потребовал уйти в отставку премьер-министра. Этот премьер-министр назначил другого человека, агента ЦРУ, как сейчас выясняется. Этот премьер-министр что сделал? Ну, он там много чего сделал. Вьетнаме и так далее. Нагадил он, конечно, американцам как мог. Но, среди прочего, он потребовал в 1972 году закрыть резидентуру Австралии в Чили, готовившую переворот. По просьбе американцев. Ты представляешь себе? В Австралию втянули. Не то, что там англичан, каких-то немцев. Австралию втянули. Они там поехали целой бригадой, создали резидентуру. То есть там, получается, столько всех работало против этого несчастного альенда, что просто какое-то зашло. А чтоб могли противостоять. КГБ там не видно. Вот сколько лет прошло, никаких следов нет. Ничего. Только журналистки. Да, там вот этот журналист агент. Ну и что он агент? Дальше что? А ваш не агент? А вы. Так вот, дальше что происходило? И вот к лету 1973 года напряжение достигло достаточно высокого уровня. И вот летом 1973 года происходит первая попытка военного переворота. Это восстание танкетасов. То есть мятеж танкистов. Ну, танковая часть выводит технику на улицы Сантьяго. А танкисты это что-то везде всегда. Окружает дворец Ла-Монеда. Пытается его взять. Но альенда здесь отсутствует. И, в общем, мятеж был подавлен. Кстати, подавлением мятежа вроде бы распоряжался всем Пиночет. Что усилило доверие альенда к Пиночету. Усилило. И что дальше происходило? Почему это произошло? Там заговорщики в основном это младший и средний офицерский корпус. Да, самый старший офицер, подполковник. Они просто не в курсе было того, что делали генералы. Которых готовили выступления гораздо больше. Вот кризис привел к тому, что альенда решил поставить все на заявитель о проведении референдума. И надо отметить, вот как говорил, в отличие от наших журналистов, которые большие специалисты по Чили, которые говорили, что если бы референдум прошел, то альенда провалился бы, ему пришлось уходить в отставку и так далее. Вот современники, особенно правые современники, тот же самый Родригес, говорил, что мы должны действовать сейчас. Потому что поддержка альенда растет. Да, росла. Растет. Ну, потому что социальная политика при всех сложностях, она давала свои результаты. И он говорит, что если мы дождемся 1976 года, то за альенда проголосует 80% уже. То есть нужно идти на переворот сейчас. И точно так же думали и военные. Никто не сомневался из правых в том, что если будет объявлен референдум, альенда его выиграет. Что создаст, в общем-то, нехорошее условие для переворота. И поэтому 11 сентября 1973 года прежде всего проводились, флот Чили проводил военно-морские учения УНИТОС вместе с флотом Соединенных Штатов Америки. И вот тут на флоте начинается мятеж. Убивают офицеров и матросов, оставшихся верными Конституционному правительству. Потом флот является под Вальпараиса и бомбардирует город. Задумайтесь. На улицы выходят все. Ну а чилийская армия это 6 бригад. Все 6 бригад они захватывают контрольные пункты. Корпус карабинеров, отдельное подразделение тоже присоединяется к армии и авиация. Ну то есть все основные части. Кроме этого в перевороте активное участие приняли боевики неофашистских организаций. Но в этот момент Альенда забыл, переворот заставил врасплох. Он был блокирован, ну где-то 40 человек остались с ним в дворце Ля Монеда. Он успел только по радио национальному выступить, выступление сделать, обращение к чилийцам. Знаменитые его слова, что история принадлежит нам. Кстати так оно и оказалось. После чего по радиостанции был нанесен ракетно-бомбовый удар. Президент уже уехал. Потом радиостанция Мегальяновс, она была захвачена. Сотрудники радиостанции казнены сразу же. Начался пятичасовой штурм дворца Ля Монеда. За этим последовали знаменитые репрессии. Кстати о благодарном чилийском народе. Хочу отдельно сказать. Вот когда умер Пиночет и его хоронили. У нас очень любят говорить, что значительная часть чили, она полностью поддерживает до сих пор. Ну какая-то часть действительно поддерживает. Но хочу отметить одну особенность, которую все заметили. Ни один государственный деятель Чили не отправился на похороны Пиночета. Ни президент, ни премьер-министр, ни члены правительства. Только военный министр. Кстати, военный министр была дама. И она экс-официо по долгу службы должна была присутствовать на похоронах бывшего главнокомандующего. Но она свое отношение к этому тоже продемонстрировала чилийскому народу. Она пришла на похороны в белом платье. Что, в общем-то, было замечено всеми. И сторонниками покойного, и теми людьми, которые его ненавидели. Похороны Пиночета не сопровождались. Хотя он был пожизненный сенатор, главнокомандующий и так далее. Не сопровождались введением в стране национального траура. А вот праздник был большой. На улицах чилийских городов ликование было. И еще через несколько лет умрет его жена. И тоже начались народные гуляния. Это все, наверное, благодарное население, вран, страдающее. Они были облагодетельствованы. Но просто там не было Михаила Леонтьева и Александра Розенбаума. Никому объяснил. Которые не могли просто объяснить этим чилийцам, этим скотам, как много для них сделал добрый, хороший дедушка Пиночет. Особенно мне нравится, как иногда наша пропаганда говорит, а вы знаете, при Пиночете было казнено всего 3,5 тысячи человек. Это 3,5 тысячи человек, которые нашли документацию. Правда, там до конца 70-х годов была оценка международная, которую, кстати, никто не оспаривает до сих пор. Что только в первый месяц было казнено около 30 тысяч человек. И еще тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Это массовые захоронения. Это маленькая страна. Да, сейчас мы поговорим. Армия 6 бригад. Да, сейчас поговорим о стране. Массовые захоронения. А кроме того, значительная часть людей была казнена весьма чилийским образом. Первое, это как начали с этими матросами и офицерами. Их просто вывозили в океан и сбрасывали с вертолетов в океан. Ну, попросту говоря, трупы. Это тоже зафиксированные акты. Они вывозили на корабли, корабли уходили и сбрасывали там акул, кормили человечиной. Да? То есть вообще ничего не осталось. Это, кстати, одна из проблем, когда добрый дедушка Пиночет приехал в Лондон. Родственники казненных, они более всего были, они уже понимали, что это люди пропавшие без вести. Они понимали, что с ними произошло. Они хотя бы требовали хоть какой-то информации об этом. И только в Российской Федерации поклонники фашистов, поклонники этих, они говорят, всего 3,5 тысячи человек. Как мило! Как мило! И вот была такая... Они говорят, а к пятому году всего пятерых повесили декабристов. Да, давайте сейчас еще отметим, что была такая хорошая статья, но полная статистика, очень с хорошими статистическими выкладками. Хватит врать о Пиночете Александра Тарасова. И там вот там статистика, я, кстати, рекомендую обратиться к этой статье, там статистика, что вот если проценты в Чили было около 10 миллионов населения. Да, в результате реформ Пиночета, знаменитых, 1974-1975 год, страна обрушилась в нищету до такой степени, что примерно в 80% территории запрещена была продажа мяса. Просто запрещена. Понимаете? У нас юридически запрещена покупка и продажа мяса. Ну, это вот пока 2,2 миллиона из 10 жили за чертой нищеты. То есть свыше 5%. 1 миллион чилийцев, одна треть всего работоспособного населения эмигрировала. Ну, вот переводите это в реалии наше, ну, значит, выходит, что около 15 миллионов нужно, чтобы было эмигрировано, эмигрировало. Около 40 миллионов должны были быть заключены в тюрьмы и концентрационные лагеря из нашего населения, да? Ну, и еще порядка 700 тысяч человек должно быть убито и пропало без вести, да? И вот тогда наступит рай в стиле господина Леонтьева, Розенбаума, Авена, Эми, Ижи с ним. Вот тогда у нас демократические реформы пойдут, и будет прекрасно, и будет им счастье. Кстати, судя по статистике, вот то самое чилийское экономическое чудо, оно фактически привело к тому, что они начали делать. Они отменили, отыграли назад сельскохозяйственную реформу, вернули собственность международным корпорациям с правом вывоза 100% выручки, да? Ну, и так далее, и тому подобное. Подъем экономики Чили наметился только в 80-е годы. Только в 80-е годы. И как только чилийский народ получил возможность проголосовать и выразить свое отношение к этому замечательному дедушке и его прекрасным, если верить всяким нашим журналистам, достижениям, он сразу это сделал. И господину Пиночету пришлось уйти в отставку. Сделал он это, правда, оговорив для себя условия неподсудности. Но хочу отметить, что масса палачей, героев 1973 года, они все-таки, им все-таки вынуждены были, пришлось, не вынуждены, им пришлось отдать отчет перед чилийским судом за совершенные преступления. Ну, наиболее известный это сын и племянник фашистских коллаборационистов Михаил Краснов, известный как генерал Мигуэль Краснов, который был приговорен, если не ошибаюсь, к нескольким пожизненным заключениям. То есть до сих пор сидит в тюрьме. Несчастный, вот наши правые, прям рыдают о нем. Была даже идея, что, а дайте-ка, давайте ему дадим российское гражданство. Да, дадим ему российское гражданство. Можно подумать, что если ему дадут российское гражданство, ему не придется отвечать за массовое убийство. Его сразу же отпустят из чилийской тюрьмы. И таких становится все больше и больше. И вы знаете, это хорошо. Это хорошо, что в Чили наказываются палачи и преступники. И не только в Чили, и в Аргентине, и в других странах, и в Бразилии, и в других странах, где вы можете. Я глубоко убежден, что наказание активных участников переворота, палачей и карателей, это самая эффективная мера по предотвращению переворотов мужчин. И Виктор Хара национальный герой. А вот Пиночет нет, со своими чудесами. Вот не национальный герой. Вот так получилось. Дураки, ничего люди не понимают. Нет, совершенно не понимают ничего. Спасибо, Олег Грудольфович. Очень подробно мы это рассказали. Но действительно, это касалось нас всех тогда, молодых. Я бы даже сказал, извините меня, Александр Иванович, что для людей нашего поколения 11 сентября это не теракт в Нью-Йорке. 11 сентября это переворот в Чили. Да, кстати, обратно прилетело. И я думаю, что, конечно, это очень важная дата для понимания того, в каком мире мы живем. И кто есть кто. Ху есть ху, как говорят американские эти подлецы. Вот спасибо, Олег Грудольфович. До новых встреч, друзья. До свидания.